Как ускорить свою работу, чтобы за такое же время принимать больше клиентов и, соответственно, больше зарабатывать? Сегодня я об этом расскажу. С вами Александра Царева и вы на канале Рунейл. Обязательно подпишитесь на нас, ведь здесь мы рассказываем очень много полезного для нейл-мастеров. Но перед тем, как перейти к скорости, я отмечу, что от скорости не должно страдать ваше качество. В первую очередь, разумеется, стоит повышать качество работы, чтобы не было отслойок, чтобы не было некрасивого выравнивания. Ведь если вы ускоритесь и начнете принимать больше клиентов, но они не смогут к вам вернуться из-за того, что вы сделали некачественную работу, то какой в этом толк, согласитесь? Если качество вашей работы страдает, то о скорости не может быть и речи. О качестве и о его повышении мы поговорим в следующих роликах, поэтому не забывайте подписаться. А теперь, наконец, перейдем к скорости. Скорость зависит от ряда факторов и, в первую очередь, от алгоритма работы, о котором мы поговорим далее. А в конце ролика я поделюсь своими личными лайфхаками, которые помогли мне ускориться в работе, поэтому не переключайтесь. Обычно алгоритм работы дают на базовых курсах, но не всегда они достаточно хорошие. Поэтому часто мастера, когда приходят на повышение квалификации, не знают даже каких-то фундаментальных вещей. Поэтому в первую очередь мы разберем алгоритм, которому стоит следовать во время выполнения процедуры. Как только к вам приходит клиент, вам необходимо провести анализ рук. Есть ли у него старое покрытие или нет. Если, конечно, у него нет старого покрытия, то вы сразу переходите к следующему этапу, к выполнению маникюра. Но если у него есть старое покрытие, то вы должны оценить само покрытие. На момент отслоек и трещин, на саму толщину покрытия. Если это покрытие было сделано вами, то вам, конечно, будет делать это намного легче. Но если это покрытие от другого мастера, то вы должны понимать, как вы должны выстраивать следующую процедуру. И если есть старое покрытие, то, конечно, мы переходим к снятию. Снятие мы выполняем по определенным пунктам и по четким зонам. На этом я не буду долго останавливаться, потому что у нас есть отдельный, очень большой, подробный ролик на эту тему, который гарантирует вам ускорение в работе. Обязательно его посмотрите. Далее, конечно, после снятия мы переходим к маникюру, к покрытию, к дизайну и так далее. В целом, дальнейшие пункты не меняются, но очень важно выполнять каждый этап от и до. Не мельтеша и не перепрыгивать с одного этапа на другой. Например, если вы собираетесь приподнять кутикулу и раскрыть карман, то важно сделать это на всех 10 пальцах. Не стоит раскрывать карман на одном пальце, тут же хвататься за фрезу, делать маникюр, потом снова возвращаться к апельсиновой палочке. Таким образом, вы теряете драгоценные секунды, которые потом складываются в довольно крупный промежуток времени. Следующий важный этап – покрытие. И если у вас на этапе снятия все прошло гладко, ногти остались ровными, без бугров, то и покрытие дальнейшее тоже пойдет очень хорошо. Но на этапе покрытия и выравнивания очень важно понимать, каким материалом необходимо работать. От этого также зависит и скорость вашей работы. Например, если вы новичок, то не стоит выбирать супер жидкие материалы в работу, потому что вы просто не будете успевать за ними. Они будут намного быстрее разравниваться, а иногда даже утекать. Из-за этого вы будете часто переворачивать руку клиента, или, например, у вас произойдут затеки, которые после полимеризации придется выпиливать. И, конечно, в таком случае время выполнения вашей процедуры увеличится. И наоборот, если вы мастер с большим опытом, то иногда бывает, что густые материалы будут тормозить вас. Далее перейдем к неочевидным моментам, которые увеличивают время выполнения процедуры. И это разговоры по душам. Очень часто мы путаемся и тормозим в работе из-за того, что начинаем включаться очень активно в разговор. Некоторые мастера не умеют работать и смотреть строго вниз. Они начинают подключать руки, они начинают обращать внимание на клиента. И это, конечно, увеличивает время выполнения процедуры. Но если к вам пришел клиент, с которым вы постоянно болтаете, но он, например, просит сделать очень быстро, то, конечно, вы включаетесь в работу, говорите о том, что сегодня мы с тобой молчим, даете ему палитру с однослойниками, или, например, с материалами, которые делаются максимально быстро, и тогда вы выполняете процедуру за короткий срок. Также необходимо подготовить свое рабочее место заранее. В идеале, чтобы у вас уже на момент прихода клиента лежали перчатки, шапочка, одноразовая маска, пилочка и бафик. Чтобы вы не бегали во время выполнения процедуры, а сразу сели и включились в работу. Есть еще одно негласное правило, которое позволяет ускориться в работе. Будет здорово, если все материалы, которыми вы чаще всего работаете, будут находиться у вас на расстоянии вытянутой руки. Таким образом, вы не будете тратить время на поиск нужного материала или инструмента, и, конечно же, ускоритесь в работе. Также хочу порекомендовать лично от себя вам пару фишек, которые помогли в свое время ускориться мне в работе, и которые теперь я даю своим ученикам на обучениях. И первый лайфхак. При смене рук клиента сразу набирайте материал на кисть. Что это значит? Все мастера работают конвейерным методом. Это значит, что пока сохнет одна ручка, вы делаете вторую. Но есть вот эти пару секунд, когда клиент меняет руки. И вот в этот момент вы как раз можете набрать материал на кисть, чтобы когда клиент вам подаст ручку, вы уже сразу приступили к работе. Казалось бы, это действие экономит буквально пару секунд на смене рук клиента, но в итоге они складываются в драгоценные минуты. И второй лайфхак, который очень круто прокачал мою скорость, когда я была даже на начальных этапах своей карьеры. И это участие в очных чемпионатах. Участие в чемпионатах всегда подразумевает определенный дедлайн на выполнение процедуры. И на самом деле вы не можете доделать работу после того, как время прошло. Когда на чемпионате выходит время выполнения процедуры, комиссар говорит стоп, и все мастера обязаны поднять руку вверх. То есть вы не сможете после окончания номинации доделать свою работу. После выполнения процедуры модель встает и уходит. Поэтому чемпионаты очень круто развивают скорость, потому что вы неименуемо просто обязаны держать у себя в голове алгоритм работы, который позволяет вам выполнять процедуру быстро. Вы, конечно же, начнете выбирать очень удобные материалы в работу и выполнять всю процедуру без ошибок. И последний лайфхак от меня, которым я рекомендую пользоваться, особенно на начальных порах. Когда к вам приходит клиент, вы ставите таймер и считаете каждый этап, который вы выполняете с клиентом. Причем желательно делать это не раз в месяц, а буквально с каждым человеком. Для того, чтобы в конце месяца вы смогли проанализировать свою работу и понять, на каких этапах вы тормозите, а какие этапы у вас занимают всегда одно и то же время. Это очень круто развивает аналитическое мышление, и вы помогаете себе ускориться в работе. Скорость работы приходит с опытом и отточенным мастерством. Но не ставьте целью ускориться в ущерб качеству. Помните, что каждый этап очень важен. Нужно все делать максимально четко, чтобы все последующие этапы шли проще. Если у вас есть какие-то свои лайфхаки по ускорению в работе, то обязательно делитесь ими в комментариях. Будем рады их послушать. С вами была Александра Царева, канал Runeil. Пока-пока!